Всем привет! У меня мало памяти, поэтому новости дня шестая, кажется, часть. Очень быстро, очень кратко. Я обгорела вчера, посмотрите на мои красивые ноги и ручки. Пошла на пленэр в 7 утра, хотя, ну, это не помогло. В общем, я всё равно обгорела. Поэтому сегодня я рисую дома. Вот я нарисовала такой натюрморт в акварели. Сейчас буду в гуаши. Поставила немного другие предметы и буду в гуаши рисовать. Значит, у меня такое сегодня тюняшеское настроение. Я на неделю уезжаю в Москву. Только теперь у меня другая проблема. Я жду, пока мне сделают паспорт. И я его отдала на прописку постоянно. И как бы без паспорта, и как-то не очень хочется ехать. Поэтому, как только мне сделается паспорт, я сразу приеду на неделю. Другое, то, что долг бы на этот университет, синергия. Пожалуйста, никто не повторяйте моих ошибок и не поступайте сюда. Это нереально странные люди. Я им отправила, 500 рублей мне заплатила за то, чтобы быстро по почте отправить документы. И они должны были уже в пятницу и даже в четверг у них быть на столе. В итоге она говорит, что их нету по трек-коду. Мы смотрим, он уже курьер доставил как бы по этому трек-коду. А у неё их нет. Она сказала, я ещё раз сегодня пойду, позвоните там после 12. Ну, то есть коротное обещание. И я уверена, что это, скорее всего, враньё, потому что уже враньё за ними было, когда я звоню один раз и говорю, соедините меня с человеком по возврату денег, я хочу оформить заявку. Она говорит, что этот человек, там, диспетчер, что она в отпуске, что звоните после 20-го числа. То есть, а там уже после 20-го начнётся учёба, соответственно, мне деньги вернут уже не в полном объёме. То есть это и хотела она сделать, чтобы я позвонила и потом, ну, всё это состыковалось. Я звоню всё-таки сразу, попадаю на другого диспетчера, она меня соединяет, и я говорю, почему вы же в отпуске? Она говорит, в каком отпуске? Я ни в каком не была в отпуске, я работаю. Ну, то есть вообще враньё конкретное, и я уверена, что сейчас она специально будет оттягивать время, говорит, что ничего не пришло, скажет, ещё раз отсылайте оригиналы этих документов, этого заявления просто, что на возрождение. И потом это получится, что 1 июля начнётся, и начинается учёба. И они меня урежут, чтобы не в полном объёме вернуть. Ну, короче, уроды конкретные, реально, блин, когда я поступала, они мне такие всё утю-тю-тю надо мной, а когда я начинаю говорить про возврат денег, что не хочу поступать, они мне начинают, а почему, какая причина, да какая вам разница, какая причина, не хочу, и всё, всё, передумала. Меня это прям раздражает, вот нереально странные люди. Ну, понятно, это просто контора, которая нацелена только извлечение прибыли, и им больше ничего не нужно, и не важно. В общем, это такая главная новость, то, что я с этими деньгами теперь никак не могу их вернуть. Вот, рисую ещё с Рома, два часа отрисовала, нужно ещё четыре, а ещё два дня назад я вообще не рисовала, и мне как бы 12 часов нужно вставить в дни на неделю, чтобы всё это отрисовать. Ну, надеюсь, что всё получится. Ну, в общем, это, наверное, все новости дня до сегодня. Я буду в Москве, потом я всё расскажу, покажу. Я хочу, я беру с собой этюдник, это же не столько вещи, сколько больше предметы там для рисования. Я не хочу прям очень хочу, как раз в площадь порисовать. Хочу купить там всё это рисование, хорошее, качественное, потому что тут, когда я смогу где купить уже, и хочу масляные краски взять, и масляными нарисовать кремами, например. Ну, в общем, надеюсь, моя мечта забудется. Ладно, всем всё, пока, всех целую, обнимаю.